Обсуждаем тему короля, ректора БГУ. Вы при короле работали уже, нет? Слушайте, я при короле работал, я видел, как вы завелись сейчас. Но я бы точно так же завелся, если у человека нет морально-этического комплекса, и он не думает ни о своих подчиненных, ни о тех, кого они, в принципе, должны образовывать с того, ваши эмоции легко объяснимы. У меня были плюс-минус такие же. Ну да, примерно так. А что вы думаете, с ним будет? Вот мы спросили у нашего предыдущего гостя, Александра Фридмана, но там со связью были проблемы, и мы не получили ответа. Но он предположил, что, скорее всего, его снимут, но не сейчас, попозже. Ну, как бы киберпартизаны не изложили короля. А мне кажется, что наоборот, он баллов-то набрал, очков набрал в глазах власти. Что вы думаете, что с ним будет? Мне кажется, что это не имеет никакого значения, потому что любой человек, которого на его место поставят сейчас, будет только хуже. И, возможно, какие-то новые витки предложений для БГУ станут еще большим шоком. То есть тут в этом плане страшно говорить, но, возможно, он наименьший из зол. Конечно, хотелось бы, чтобы был ректор, который в текущих условиях не был проактивным. То есть проблема с королем – это его проактивность. Он бы мог тихонечко так сидеть, тише воды, ниже травы, и никому не мешать делать свою работу, и стараться очень аккуратно и формально отбиваться. Но король он был проактивным. Вот, посмотрите, я, как вы говорили, уволил, дайте мне квартиру. Странно, что не дворец сразу, мне кажется, в БГУ все-таки это... Видите, как хорошо показывает место в системе иерархии образования его университета, что человек всего лишь квартиру прочитал. Он должен был дворец, спросите. Ну, это же как бы... БГУ – это серьезное дело. Это главный вуз страны. И мы видим, насколько его место в иерархичной системе плохо. Он вообще должен был, на самом деле, по-хорошему сам заработать на квартиру. Мне как-то странно это показалось странным, что вот ректор просит... Так он же заработал. Он там столько-то сдал, столько-то... Я имею в виду... Нет, я имею в виду просто к его возрасту, к его положению, к его статусу. Он же приехал. Он же не в Минске, что... Какая разница? А что, а не в Минске там без денег люди? Нет, в смысле, что он уже состоялся как специалист, по-моему, в Гродно он, да? Из Гродно. То есть он приехал... Не 17-летним он приехал в Минск, чтобы оттуда все начать... Не важно. Ну, какая разница где-то состоялась. Продал квартиру в Гродно, купил в Минске, боже. А, ну, как вариант, да. Ну, я... Ну, очень мало платят. Это огромная белорусская проблема. То, что у вас замминистра будут получать меньше, чем старший QA-тестировщик в любой IT-компании, да? Это абсолютно ненормальная, поломанная система мотивации. То есть если вы хотите, чтобы вашей страной управляли нормально... Но вот у меня в голове не укладывается, как может замминистра получать меньше, чем среднестатистический IT-шник. Ну, может, не среднестатистический, чуть повыше, да? Поэтому начинается коррупция, поэтому начинается воровство, поломка системы ценностей, да? Если бы они нормально изначально получали, ну, ректор БГУ должен заработать не только на квартиру, он должен заработать, как бы себе, на два дома. Это нормальная история. Ну, то есть, как вы хотите. Но это должен быть компетентный человек. И, скорее всего, сейчас таких компетентных кадров вообще очень будет сложно найти, потому что они где-то в Вильнюсе или в Варшаве, а, может быть, вообще это не белорусы, которые находятся где-то далеко. Ну, как вы думаете, ему хоть немножко стыдно по-человечески? Извините за такой вопрос. У меня сложно в голову залезть людям. Мне кажется, что нет. Ну, вот из того, что мы увидели по перепискам, вот нам же показали закулисья. Если бы мы не видели закулисья, мы бы могли сказать, ну, может, он старается, может, он где-то втихаря, значит, там аккуратненько поддерживает студентов, и режим старается не поддерживать. Но нет, я думаю, что ему конкретно не стыдно. Мы вот на митингах возле БГУ стояли, его там в сцепке с нами не было, с другими преподавателями, сотрудниками деканатов и ректоратов. А вы с ним лично общались когда-нибудь? Ну, я никогда с ним лично не общался. Вы знаете, я же преподавал в БГУ только по субботам. То есть я занимался бизнесом, и параллельно каждую субботу ходил и читал лекции. То есть я был преподавателем по совместительству, который старался делиться практическими знаниями в институте, тем, что я как бы с понедельника по пятницу зарабатываю в другом месте. Ну и в БГУ уже не платят, это не проблема не только на уровне ректора. По-моему, мои зарплаты там были по рублей 150 за эти субботы. Ну, то есть я там доезжал, брал себе кофе. Четыре субботы 150 рублей. В минус уходишь уже. Но это же не четыре субботы, то есть тебе нужно подготовить материал, тебе нужно проверить материал. Если ты хочешь качественно это сделать, то ты больше и больше и больше времени. Вот, поэтому я еще был аспирантом, и за аспирантуру платили что-то там получше. Но это не было связано с преподаванием. То есть я преподавал параллельно. Поэтому, да, система мотивации поломана от самого низа до самого верха. И неудивительно, что такие люди доползают на самые высокие позиции. Что ж так они защищают режим этот, если система мотивации поломана? Если они получают там копейки ниже, как говорится, тестировщиков в какой-нибудь айтишке. Что ж они так грудью прям, да? За что они стоят? За свои коррупционные схемы? А низкий уровень компетенции. То есть они знают, что они не приживутся в другом месте. То есть они не видят себя в другом месте. У меня есть анекдотичная история на этот счет. Я работал когда-то в Нацбанке. Собственно, тогда я начал преподавать в БГУ. Мы там отвечали за международные организации. Это был еще начало, 19-й год, наверное. Вот, когда я начинал. И, значит, зарплаты настолько низкие, настолько еще контролируемые через премиальные, что если вдруг тебя лишают премии, то зарплата остается вообще смешной. На проездной и на покушать максимум. На аренду никакую тебе никогда в жизни не хватит. Вот. Ну и я не люблю утро, честно признаться. То есть я чистая сова. Я тоже. Я не знаю, как вы. Вам нужно было в лейт-найт-шоу вести и конкурировать с Чалом, а не по утрам просыпаться. Куда же, к Чалому. Ну ладно, таки, что же. Так, ну, значит, ну я постоянно утром проспал. И у меня постоянно премии решали. Ну, шеф говорил, ну, Дим, ну это не я, система такая, что поделать. В общем, поэтому я по утрам не спешил. Я мог остановиться, кофейка попить. Нацбанк-то прямо возле Макдональдса по диагонали дорогу. Перейдете, центрального, да? И у меня было любимое зрелище, как люди в возрасте 40, 30, 50 лет, они выходят из, значит, подземного перехода, смотрят на часы, видят, что осталась одна минута до турникетов и начинают бежать по слякоти. То есть у них там вот фактически, если вы когда-нибудь видели забеги спортсменов через пересеченную местность, по грязи, под разными препятствиями. Да, 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 это выглядит примерно так, но это уважаемые люди, которые там чуть ли не на уровне, там, ну, не замминистра, а там на одну ступеньку или на две ступеньки ниже несутся, чтобы успеть назвать. Это не все. Дмитрий, а что ж плохого? По-немецки порядок? Ну, наверное, ничего плохого. Плохое то, что оценивают не по объему сделанных работ, а по формальным признакам, потому что не умеют оценивать иначе. То есть ты можешь, ну, вот у меня, например, были ситуации, ты можешь работать там 4 часа в день позже в этот конкретный день, задержаться на работе, опоздать на 2 минуты, а примите Алиша. Ну, вот что в этом плохого, вы мне ответите? Понятно, да, понятно. Ну, интересное наблюдение. Хорошо. Мы пригласили вас, чтобы поговорить во многом о том, что делать белорусским абитуриентам сегодня. Вот детям, да, их родителям. Что делать? Мы видим, что происходит в системе высшего образования в Беларуси. Вы в шоу «Жени Сугак» мне тоже не нравится говорили, что образование на Западе и частично на Востоке, в России намного лучше, чем в Беларуси. Вот какие бы вы дали рекомендации сегодня абитуриентам? Первая рекомендация – это для родителей, наверное, не пожалеть денег и сил. Ну, то есть это очень будет сложно, особенно если вы не из небольшого населенного пункта, особенно если вы не отложили заранее на обучение своих детей. Но нужно попытаться поступить в максимально хороший ВУЗ, насколько вам это может позволить, вы можете себе это позволить. То есть если вы можете поступить в региональный ВУЗ, в Гродно или в Гомеля, когда вы из области, супер, делайте это. Если вы можете поехать в Минск в ВУЗ получше, делайте это. Если вы можете поступить в ВУЗ на Западе, в Польше, в Литве, делайте это. И у меня вышел интересный спор с другом как раз-таки после шоу «Жени Сугак». Он спросил, слушай, а если они могут поступить в хороший ВУЗ в России, делать им это или не делать? Потому что с одной стороны образование действительно качественно, с другой стороны морально-этических вопросов очень много. Ну и у нас были сложные раздумья, пока я отвечал на этот вопрос. И я сказал так, что с точки зрения знаний мы должны признать, что топовые ВУЗы России дают гораздо лучший пакет сейчас, чем белорусские ВУЗы, да и некоторые европейские. То есть там плохой университет в Люблине, неважно, в Каунасе какой-нибудь средненький университет, в сравнении с топ-5 российскими, конечно, потягаться им будет тяжело. С другой стороны, жить среди морально-этических дилемм ежедневно, это очень сложно для молодого человека и молодой девушки. Более того, придется потом еще с этим дипломом двигаться дальше. И, соответственно, как бы это ни было прискорбно, сейчас люди склонны судить иногда по обложке. Поэтому восточный диплом, возможно, может закрыть какие-то двери чисто на эмоциональные реакции. Ах, вы там учились сейчас? Ну, может быть, вам не нужно к нам на работу сюда. Я не уверен, что такие ситуации могут происходить с точностью 100%, но подсказывает опыт и то, что мы видим сейчас. Знаете, как специалисты, приехавшие в Польшу или в Литву, белорусские, стали ополячивать или олитвинивать свои фамилии. В Линкедыне, например. То есть специально казаться, что они не отсюда, чтобы избежать, возможно, какой-то дискриминации. Ну, вот такие сигналы подсказывают, что, возможно, даже качественный диплом и уровень знаний не сыграли бы роли, а сыграла бы роль просто сам факт обучения на Востоке. Поэтому это все еще опция. Она сложная. Вы должны взвесить все за и против. Но, конечно же, если у вас есть какой-то шанс поступить в лучшие возы мира, если вы можете позволить себе Штаты и Британию, супер. Если нет, Чехия, Германия, Австрия, очень много возможностей для бесплатного обучения. Все еще действует огромное количество стипендиальных программ для белорусских студентов. Ну, это надо какие-то экзамены поздавать, чтобы ты все-таки с улицы не можешь зайти и учиться где-нибудь бесплатно на Западе, да? Конечно. Ну, разные системы приема в разных странах, но обычно главный барьер это знание национального языка. То есть, если вы бесплатно хотите учиться в Чехии, вы должны знать чешский язык. Если вы хотите бесплатно учиться в Германии, вы должны знать немецкий язык. Это такой фактический стандарт. Поступить не сверхсложно. Вопрос скорее сложно позволить стоимость жизни в Германии. Но если вы можете всеми силами это сделать, то это лучшее, что вы можете подарить самому ребенку. Это будут сложные четыре года, но они как бы окупятся потом многократно, потому что деградация системы высшего образования в Беларуси идет очень сильная. И она, ну, системы не могут разложиться за один день, да? То есть, формировалась годами, там люди накапливали учебно-методические материалы. Знаете, презентацию каждый год хороший преподаватель обновляет, да? То есть, он ее копит и копит и копит как багаж знаний, которые у него за собой. И эта презентация никуда не делась, этот преподаватель там все еще никуда не делся, и он делится качественными знаниями. Но часть из них куда-то делась. Сколько, вы сказали, уволили? Ну, речь идет более чем, по словам Короля, больше 500, по некоторым другим данным. Так, по политическим мотивам уволены 50 работников, 450 человек за два года покинули занимаемые должности, да. Король говорил о более чем, что вот под политическую чистку в университете попали не менее 500 работников. Ну, вот. Да, понятно, понятная мысль. Ну, вы смотрите, мы начали с того, что если есть возможность поступить в Витебский какой-нибудь университет или в Гродненский, да, или в Брестский, делайте это. Если есть возможность поступить в Минский какой-нибудь университет, делайте это. Почему? Если вы сами только что сказали, что система образования деградирует, и зачем? Для чего тратить свои 5-6 лет жизни на деградирующую систему образования? Можете пояснить? Может быть, потратить там год-два на дополнительное изучение иностранного языка и поехать поступать куда-то. IT-шные курсы, ну, короче. Ну, что-то. Да, ну, или по-быстрому стать дизайнером или QA-тестировщиком. Ну, вот это такая ловочка. Вот все говорят, что, ну, 21 век знания получаются уже не только в университете. Можно там пойти на Курсеру, можно купить какой-нибудь бесплатный курс, принести специальности, начинать находить работу. Это было очень актуально для сферы IT в прошлые годы, но это потеряло свою актуальность, во-первых, потому что в мировом секторе IT сейчас спад, ну, и, соответственно, он неактивно нанимает, в том числе и в Беларуси. То есть это один из удивительных примеров, когда мировые рынки оказывают свое влияние на внутребелорусские процессы, да. А второй фактор, ну, это то, что люди, на самом деле, искренне, может быть, хотели бы чем-то другим заниматься. Вот у меня одно из больших профессиональных разочарований было, когда студенты приходили учиться в БГУ, я преподовал на факультете международных отношений, это вот красивое стеклянное здание на вокзале над бывшим Макдональдсом, если помните. Да, конечно. Было шутер, что там нужно на лифте спуститься и как бы сразу на работу устраиваться, потому что Макдональдс сделал там центры приема на работу. Вот. Вот. потерял мысль. И потерял мысль. Мы говорили о том, что в IT было хорошо несколько лет назад. И, соответственно, воспитывая студентов в специальности мировая экономика, очень сложной для поступления с одним из самых высоких баллов в стране, где учились дети всей номенклатурной элиты, когда я говорю всей, я говорю всей номенклатурной элиты, да. И они сами, там они понимая, они очень хотели, факультет очень мотивировал, там было немало детей из обеспеченных семей. Все метели высокие зарплаты, то есть, особенность этого факультета это высокие амбиции одна из. И люди начинали понимать, что у них нет шансов там получать тысячу долларов сходами где, кроме сектора IT. И они вынуждены туда шли, их перетягивала, да. Поэтому здесь очень важно еще заниматься тем, что ты действительно любишь. Ну, наверное, химией, биологией, медициной будет очень сложно заниматься без университета. Можно, не исключаю. И можно действительно посвятить несколько лет для того, чтобы подготовиться к поступлению зарубеж, если ты не готов к нему сейчас. Просто поработать где-то, подкопить денег, возможно, если это получается. Но я все-таки считаю, что традиционное образование все еще актуально. все еще работодатели смотрят в большинстве секторов на формальный признак его наличия или отсутствия. Никто, конечно, там диплом уже не просит и не листает его. Так, ага, культуре неудовлетворительно, вы нам не подходите. Вот. Поэтому все еще образование актуально. Конечно, если у вас есть возможность поработать, подзаработать денег или получить специальность, которая действительно вам интересна, лучше, чем в УЗе онлайн, класс, получайте ее онлайн. Наверное, действительно, чтобы стать художником в Академии искусств сильные цены не нужно. Но с другой стороны, можно получить бесплатное образование. Все-таки ваши родители платили налоги в стране, и вы заслужили за то, чтобы за эти налоги бесплатно получить высшее образование. Поэтому тут другой вопрос, что потом распределение стукнет. Вот, я хотел спросить, а как же распределение, как же это крепостное право? Оно меня настигло когда-то. То есть я учился на платном бакалавриате, у меня не было распределения, но я учился на бюджетной магистратуре, потом распределение у меня было, и я искренне верил, что ну я же приду к работодателю и скажу, слушай, я разлюбил тебя, можно я пойду к другому, вот я полюбил другого, отпусти, там есть процедура перераспределения, тебе подписывают документы, и ты спокойно идешь в любую другую фирму, частную, не частную, а он мне говорит, слушай, а я тебя не разлюбил, оставайся. Вот, и мне никто документы не подписал, я полгода был вынужден оставаться там на работе, на которой я уже не хотел оставаться. Вот. И здесь, конечно, тренды, которые белорусские власти называют и преследуют на увеличение количества лет отработки, это страшное дело, они еще больше рекламируют вузы в России и в Польше, то есть у меня есть там товарищ, который работает тоже в университете, и он мне постоянно скидывает эти новости с заголовком, приписанным самостоятельно, посмотри, как они устроили конкурс на лучшую рекламу образования в Польше. Вот. То есть там, ага, отсрочку убрали, супер, поляки радуются. Убрали, да, и решили распределение увеличить там до двух-пяти лет там до пожизненного класса Польша, и русские радуются. Поэтому они вымывают интеллектуальные потенциалы страны этим самым, думая, что, то есть, ну, система очень простая, она умеет мыслить только краткосрочно, только неэффективно, только кнутом, никаким пряником, да, то есть наоборот отменить распределение и сказать, ага, ребят, распределение это ваш бонус, если вам кому-то нужна помощь в устройстве на работу, мы готовы ее оказать. Нет, они могут сказать, слушайте, вы нам должны, ну, класс, как бы, мы вам должны, теперь у нас в России учатся 12 тысяч студентов, небывалое число, теперь у нас Польша учится, от 12 до 17, я не уверен, нужно четко данные последние проверять, вот, поэтому они вымывают интеллектуальный потенциал страны, делают для Беларуси худшее, что они только могут сделать, то есть они подставляют будущее государства, неважно там лукашисты они или из Магары, то есть, любая сторона спектра, вы должны в образовании инвестировать все лучшее, потому что это будущее страны. Как это повлияет, как отток молодых ребят в Россию, на Запад, как это повлияет на будущее страны, то есть, что специалистов не останется, что ли, да ладно? Уже даже на государственном уровне констатируют факт нехватки высококвалифицированных каналов, то есть, эта проблема, она действительно начинает сказываться на состоянии экономики, и здесь мы должны понимать, что, смотрите, вот есть, ВВП в Беларуси, и оно не может за месяц или за год даже в санкционных условиях стать на 10% меньше, в два раза обрушиться, система устойчивая, то есть, есть куча точек бизнеса государственных, частных, каждый бизнес стремится заработать, когда все стремятся заработать, вы не можете единомоментно взять и обрушить эту систему, то, что вы можете обрушить отсутствием кадров, это перспективы роста, то есть, точки роста, которые существовали до этого, например, экспорт услуг, который невероятно развивался, в Беларуси появился огромный класс аутсорсинговых компаний не только в сфере программирования, всем известны E-PAM и другие десятки и сотни фирм из парковых технологий, но в Беларуси появился еще аутсорсинг инженерных услуг, аутсорсинг дизайнерских услуг, и компетенции, которые были в Беларуси, были конкурентны на международных рынках, и поэтому, крадя таких специалистов, которые конкурентны на международных рынках, вы крадете точки роста экономики, поэтому она всегда будет плестись в районе 0-1% роста ВВП, может быть в какой-то год из-за военных расходов или госостимулирования она может вырасти сильнее, но она все равно придет обратно к среднему 0-1% и перспективы страны будут очень слабы в сравнении с соседями, которые растут быстрее. С западными? С западными. И с восточной наверно тоже. Средняя Азия растет гораздо лучше экономически, чем Беларуси. Хорошо, ладно. Ну что же, Дмитрий, спасибо, я, честно говоря, больше даже не знаю, что еще тут спросить, вы так разложили все по полкам с этими вузами, с поступлением. Ну, самое главное, какой вывод я делаю, например, если есть возможность поступать, надо поступать, да, в любой вуз, белорусский, не белорусский, ну, надо поступать. А, как говорится, пока отучитесь, всякое может быть. Правда ведь? Да. Это правда. Вот, и чейны, и стоксы, и всякое. Да, мы вот пока учились, сколько ректору поветелось. Ого. Да. Хорошо, спасибо, Дмитрий, за разговор. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Спасибо. И вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok